Идем принимать хату. Что, волнительно, Данила, да? Волнительно. Вот это Данила квартира, вот она, вот это вот. На данной створке мы видим скол, то есть однозначно глобальный, как говорится, дефект, стяжка и вентиляция. Специалисты Петростроя сказали мне, что у них есть на устранение замечаний 30 дней. Привет, обманутые дольщики. Сегодня 18 июня. Два месяца прошло с того момента, как я сделал приемку квартиры и написал замечание, которое нужно было устранить. В течение двух недель нужно было устранить эти недочеты. Компания Петрострой не устранила эти недочеты даже за два месяца. Я был в отпуске, потом еще и заболел, остался в другом городе, поэтому проконтролировать их никак не мог. Позвонил в офис, который находится на объекте, чтобы узнать, в каком состоянии, собственно, что вы там сделали, все не сделали. Пока я был в отпуске, мне пришла вот такая вот смс, где они сказали, что они не успевают, что сроки исправления этих недочетов будут увеличены на неопределенное, видимо, время. Позвонил им, я спросил, вы хоть что-то сделали? Выяснилось, что ничего они не делали. В итоге я плюнул и решил принять квартиру так, как есть. В офисе еще раз пригласили осмотреть квартиру, чтобы не было там никаких подтеков, что-то дополнительного не появилось. Как я понял, зайдя в квартиру, что там они не были. Два месяца просто было закрыто и никто туда не заходил. Ну, вроде все было в порядке, как на том же уровне, как и тогда осталось. И в итоге я подписал акт осмотра, что замечаний не имею. Ну, что было делать? Значит, замечание у вас было прописано вот так, ну, соответственно, тогда пишите его сюда вот. Да, кроме окна. Когда оно у них появится, мы договорились, что они его вставят. Заменить правую створку в витраженном балконе. Сарапанное стекло. Здесь написано? В офисе, который находится в Петербурге, нужно подписать акт приема-передачи. Вот после этого акта нужно приехать сюда, в управляющую компанию. Вот этот офис компании Северная, куда нужно будет прийти за договором. Подписать какой-то договор, они дадут, возможно, какие-то памятки. И уже только после этого нужно прийти опять вот в этот офис, который находится здесь, в Сертоле, в чистом ручье, и забрать ключи. Еще три конторы мне нужно обойти. И все это осложняется тем, что нужно прийти в рабочее время. В общем, что, еще хочу сказать пару слов про неустойку. Она в процессе получения, то есть я пытаюсь ее добиться. Тоже два месяца, пока я был в отпуске, исполнительный лист пролежал в Сбербанке. Никакого ответа я особенно не получил. Но я так понял, раз они не перевели на мой счет, то денег на этих счетах, видимо, нет. Либо они арестованы. Я все-таки написал заявление, чтобы мне выдали обратный исполнительный лист. И выяснилось, что могут его обратно мне прислать только по почте. Это какой-то кошмар. То есть я должен, наверное, еще буду месяц ждать этот исполнительный лист. И как я узнал, что нельзя сделать заверенную юридическую копию исполнительного листа и потом подавать ее в разные банки. Как мне советовали наши доброжелатели. Можно подавать только оригинал. Поэтому сейчас я буду писать заявление в налоговую, чтобы мне предоставили информацию о счетах Петростроя. Ну что, и как я только выясню, какие у них есть счета, в каких банках, тогда я отнесу исполнительный лист в эти банки. И если там ничего не будет, то уже придется относить исполнительный лист приставом. Вот такой план действий. Кстати, еще не рассказал вам, что Сертолово здесь вот, рядом с магнитом строится такая гигантская дорога. То есть мне пришлось до офиса идти пешком после въезда в город. Здесь перекрыли все движение. То есть теперь нельзя попасть туда и сюда. Придется искать какой-то другой въезд. Видимо, там дальше есть еще один въезд. Следите за нашими роликами. Подписывайтесь на канал обязательно. Стоит Петиви. И увидимся дальше. Надеюсь, с хорошими новостями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова